История из практики. Несколько лет назад в одном из запросов пациентов, которые были застрахованы по ДМС, производилась оценка качественных, количественных, сервисных показателей работы медицинских учреждений. И для меня был экспериментом узнать вообще, как же выглядят стоматологические клиники в лице наших пациентов, что бы они хотели увидеть. И я приехал в город, не будем называть какой. В принципе, это был крупный центр в Сибири, который позволял обслуживать огромное количество пациентов. Но проблема была в том, что у них было огромное количество маленьких, небольших кабинетов, которые назывались частными клиниками себя. И, естественно, никаких условий единого ни сервиса, ни церна образования не было. Стоимость стоматологических услуг была достаточно высокая, покупательская способность страховок с стоматологией была низкая, соответственно, надо было что-то делать. Тогда провели вопрос, а что же такое стоматологическая сеть для пациентов в их понимании? И для нас было действительно очень интересно, что с сетью воспринимались количество клиник не менее пяти, то есть пять адресов, и не менее трех кресел в каждом адресе. То есть получается, что сетевая клиника начинается от 15 кресел, расположенных по разным адресам. А сколько в городе не относится к сетевой клинике не было, было предложение их объединить на общей конфиденции, и вот где-то бы работала страховая компания. Мы их всех собрали, переговорили и приняли решение. Объединить несколько юридических лиц под единым проектом, создать сеть с единым стандартом обслуживания и с единым ценообразованием. И это как раз было решение по снижению стоимости самих стоматологических услуг и привлечения стоматологических программ. А вот какие стандарты сервиса и ценообразования работают в сетевых клиниках, я вам расскажу на своем семинаре в учебном центре Мегастол.